Банк России продолжает реализовывать долгосрочные проекты развития национальной платежной инфраструктуры. Сегодня мы поговорим о новом проекте «Цифровой рубль». Что это такое? Многие слышали, а вот когда это заработает и что подразумевает само это понятие, мы поговорим сегодня с экспертом отделения Владимир Банка России Ирины Парамоновой. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Цифровой рубль. Уже активно об этом поговорили в прошлом году и сказали, «Ну вот-вот настанет то самое будущее, а пока мы еще не знаем, что это такое, давайте потихонечку разбираться». Итак, что же это такое «Цифровой рубль»? Я согласна с вами полностью, что мы будем потихонечку, поступательно с этим понятием разбираться. И прежде всего я скажу, что цифровой рубль – это третья форма рубля. Мы с вами все прекрасно себе представляем две формы рубля, нам известные. Это наличные в наших кошельках, банкноты и монеты. Это безналичные деньги на наших счетах, на картах. И вот появляется третья форма рубля – цифровая. Эти цифровые кошельки будут открываться на платформе Банка России. И спешу сразу опровергнуть множество слухов, которые ходят. Даже мои родители меня спросили, «Ирина, что пенсии теперь будут в цифровых рублях?» Нет, это абсолютно неправда. У нас останутся все прежние наши нам знакомые средства платежа. Цифровой рубль ничего не заменяет, ничего не отменяет. Он дополняет форму расчетов цифровую. Тогда почему мы говорим о том, что вводится эта система? То есть наверняка есть какие-то преимущества наряду с другими формами рубля? Да, есть, конечно же, преимущества. Главное из них – это бесплатные мгновенные переводы, которые сможет человек или компания осуществить в цифровых рублях. Ну, вы скажете, что есть для этого система быстрых платежей, есть наши привычные переводы. Но здесь, опять же, важно указать на то, что, допустим, по переводам банки могут брать комиссию в размере от 1 до 3, например, процентов. По системе быстрых платежей мы с вами можем безлимитно, бесплатно переводить до 100 тысяч рублей. А вот за большую сумму банк может брать комиссию, но не больше полпроцента. И поэтому здесь цифровой рубль становится такой выгодной, приятной альтернативой для именно перевода в граждан. Ну и еще один момент, который тоже прорабатывается и, возможно, предоставит нам такой приятный бонус, это как оплачивать даже покупки без интернета. В таких, например, отдаленных сельских магазинах, где отсутствует интернет, цифровым рублем можно будет расплатиться. Без интернета? Ну да, такой вопрос прорабатывается, думаю, все получится. Разве цифровой рубль – это не то же самое, что у криптовалюты? Это принципиально разные вещи. Это надо понимать и четко осознавать, что у криптовалюты нет единого эмитента, нет центра, который бы нес ответственность по этой валюте. А цифровой рубль – это национальное денежное средство, это форма национальной валюты, и выпускать цифровые рубли будет Банк России. Уровень защиты платформы, на которой будут открываться цифровые кошельки, осуществляться операции беспрецедентно высок. Итак, как, когда мы будем пользоваться цифровыми рублями? Ну, такой небольшой алгоритм. Для начала нам надо будет открыть цифровой кошелек. Когда цифровые рубли станут доступными для массового пользователя, мы с вами все в привычном интерфейсе нашего онлайн-банка, приложение онлайн, увидим дополнительную иконку «Цифровой рубль». И по нашему желанию тогда, с нашего согласия, мы сможем перевести деньги со своего счета рублевого на цифровой кошелек. Они появятся, мы увидим их в цифровом кошельке, и сможем впоследствии осуществлять операцию с цифровыми рублями. Тогда зачем нужен цифровой рубль, если схему, которую вы сейчас описали, очень сравнима с платежами онлайн? Ну, мы с вами сказали, что это будет более выгодно, это будет без комиссии, это будет мгновенно. Но операции, с другой стороны, будут происходить привычным нам способом. То есть мы не будем с вами шокированы какими-то новшествами, в то же время механизм привычный, но более удобный, доступный и выгодный, скажем так. Если цифровой рубль – это что-то такое виртуальное, зачем тогда нужно привязывать его к конкретному банку? Банки вообще нужны цифровому рублю? Ну, во-первых, здесь надо еще сказать, да, какое важное отличие. Цифровой кошелек у гражданина или у компании будет один, но дотянуться до этих денег, скажем так, в цифровом кошельке можно будет из приложений разных банков. То есть если у вас несколько онлайн-приложений, вы пользуетесь несколькими банками, цифровой кошелек открыли в каком-то условном банке А, то есть банка Б и банка В, не открывая там цифровой кошелек, вы своими деньгами, цифровым рублем тоже сможете воспользоваться. Вот в этом важное удобство. И мы остановились на том, что это удобно, важно. Для доступа к цифровому кошельку у нас с вами еще какие преимущества? То, что мы большинство из нас уже являемся клиентами банка, да, мы этими приложениями владеем, поэтому, опять же, нам никакого труда не доставит еще воспользоваться удобным цифровым рублем, удобным платежом, средством платежа. То есть механика, алгоритмы примерно все те же? Да, примерно все те же, только все-таки, наверное, более выгодно, более удобно. И в то же время, как я сказала, уже не надо открывать это в нескольких банках, да, а в одном банке вы открыли, а пользуетесь уже из любого банка. Какую сумму можно со своего счета банковского перевести в электронный кошелек? Мы можем с вами перевести не больше 300 тысяч рублей, при этом сверх этой суммы мы можем дополнительно получать переводы от каких-то знакомых, от родственников и друзей. Тратить цифровые рубли или переводить их можно без ограничения. Ну, если смотреть на примере, чтобы стало понятно. Допустим, у вас в цифровом кошельке 10 тысяч рублей, а вам надо срочно, скажем, перевести родителям 350 тысяч рублей. Вы можете пополнить кошелек на 300 тысяч рублей. Ну, 10 тысяч у вас, допустим, с прошлого месяца остались. 300 тысяч, вот в этом месяце вы свой используете возможность, да, пополнения 300 тысяч. И, например, у вас 310 тысяч, вам надо перевести 350, вам супруг еще докидывает 40 тысяч, и вот ваша сумма без ограничения, вы можете перевести родителям эти 350 тысяч рублей. Больше в этом месяце вы сами пополнить кошелек не сможете цифровой, но получать переводы на этот кошелек и переводить с кошелька вы сможете. Почему мы сегодня говорим об ограничении в 300 тысяч? Есть какие-то особенности? Ну, Банк России провел, да, тщательный анализ вообще существующих переводов различных, в том числе через систему быстрых платежей. И сделал вывод, что у вас требована в среднем вот такая вот сумма, которая, ну, для большинства наших граждан будет удобна. И, заметьте, она превышает, да, переводы, чем по системе быстрых платежей, все-таки в три раза, там 100 тысяч, а здесь 300 тысяч рублей. Решили, что такая сумма вполне для наших граждан будет комфортна. А вот, например, многие сервисы практикуют автоматический платеж, он в цифровом кошельке будет работать? Да, он будет работать, над этим работают, это когда предложение рассматривается, над этим думают, но надо понимать, что все автоплатежи, это прежде всего должно осуществляться согласие клиента, и если вы решите воспользоваться, допустим, установить какой-то автоплатеж на жилищно-коммунальные услуги, на оплату каких-то дополнительных услуг образовательных для детей, то вы с вашего согласия, да, понимая, что это вам надо и удобно, вы это сможете сделать. Кому будет доступна информация о платежах цифровыми рублями? Информация по цифровым рублям, так же, как и по всем банковским нашим операциям, по нашим счетам банковским, является банковской тайной. И поэтому никто, никому без оснований на то передавать ее не будет. И, конечно, актуальный вопрос, у нас много есть сегодня мошенников, кибермошенников, которые то и дело пытаются забрать средства с наших электронных карт банковских. А вот сложно ли украсть эти средства с цифрового кошелька? Ну, уже на стадии проектирования и рассмотрения, разработки этого проекта вниманию безопасности уделялось самое большое внимание именно вопросу безопасности. И меры, которые предпринимает Банк России для защиты платформы, как я уже говорила, беспрецедентно высоки. Банк России постоянно находится на страже нашей кибербезопасности, на страже финансовой безопасности. Если какие-то появляются новые схемы мошенничества, Банк России готов к этим вызовам. И антифрод, платформы, все работает за защиту наших граждан. Но здесь важно сказать, что иногда не какой-то высокий профессионализм мошенников, которые могут взломать эти платформы, да, и добраться до наших цифровых рублей, работает. А работает, наоборот, наша доверчивость наших граждан, работает социальная инженерия, когда граждане сами добровольно выдают какие-то свои персональные данные, предоставляют пароли, доступы к своим деньгам. И вот здесь чаще случается эта поломка, чем нам, думаю, больше стоит тревожиться вот именно с этой стороны, чем со стороны защиты платформы цифрового рубля. Интересно, а, например, вот есть система, когда ты получаешь на остаток средств процент. Вот в цифровом кошельке такое будет? В цифровом кошельке такого не будет, потому что цифровое рубль позиционируется не как средство накопления, сбережения, а как средство платежа, как одна форма платежа еще. Поэтому, да, за накоплением, за сбережением мы с вами будем обращаться к нашим традиционным банковским депозитам. Есть звонок телезрителя. Игорь, добрый вечер. Здравствуйте, Ирина. У меня такой вопрос. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Скажите, пожалуйста, мне, вот если банк повысил кредитовую ставку, что может произойти со ставками? Ставки по вкладу, наверное, да? Да, но у нас вопрос, да, не совсем по теме. Спасибо большое. Второе. Механизм здесь простой. Мы об этом часто рассказываем на наших занятиях с людьми, в том числе старшего возраста, и говорим о том, для чего человеку простому нужно знать про ключевую ставку Банка России. Это может служить ориентиром. Когда Банк России повышает ключевую ставку, значит, вслед за этим мы с вами можем ожидать повышения ставок по вкладам и по кредитам. Если Банк России понижает ключевую ставку, то с каким-то временным лагом мы ожидаем понижения ставки по депозитам и по кредитам. Вот такой механизм влияния ключевой ставки на инструменты. Ну, кстати, вот про наши депозиты. Для того, чтобы стимулировать граждан открыть тот или иной вклад, всегда банки ограничивают нас в этих строках. Нельзя снимать, да, вот эта вся пролонгация вклада. А вот как быть с цифровым рублем? Будут ли такие ограничения? Что вот сегодня он есть, а потом они сгорают? Нет, да, это не бонусы от банка или от какой-то финансовой организации. Срока годности у цифрового рубля не будет. Эти средства будут в вашем цифровом кошельке до той поры, пока вы их не потратите, пополните, опять потратите. То есть никакого срока годности у цифрового рубля не будет. Можно за это не волноваться и понимать, что это просто еще одно средство платежа. Я думаю, что со временем оно станет для нас привычным, удобным и вопросов будет возникать все меньше. А как будет с ипотечными потребительскими кредитами? Цифровым рублем можно будет расплачиваться? Нет. Цифровой рубль, как мы с вами сказали, это средства платежа, ипотечные кредиты и другие кредиты остаются банковскими продуктами, по которым все останется традиционно, как и было в этой банковской сфере. Значит, можно открывать цифровые кошельки и детям, да? Так же, как, например, счет? Да, так же, как счет, да, депозит мы можем открыть ребенку с 14 лет, так же цифровой кошелек аналогично можно будет открыть, когда ребенок достигнет 14 лет. Итак, давайте ближе к прогнозам. Это мы сейчас рассказали, такое цифровое будущее всех наших россиян, а когда все-таки уже будет постепенно вводиться повсеместно эта система, может быть, есть какие-то уже пилотные проекты или пилотные регионы? Пилотные проекты, пилотные регионы существуют, проходят пилотные запуски с реальными пользователями цифрового рубля, обкатываются стандартные операции пополнения цифрового кошелька, траты цифрового кошелька, допустим, какие-то покупки реальные люди осуществляют, оплачивают товары, услуги. То есть, все этот набор стандартных операций, он сейчас в пилотных регионах испытывается. Дальше будет расширяться. Банк России не торопится, действует поступательно, потому что это такой масштабный проект, и надо действительно тщательно все проработать, потому что во главе угла для Банка России стоит удобство для пользователей цифровым рублем, комфортность, чтобы нам с вами вся процедура, весь механизм пользования цифровыми рублями был абсолютно ясен и понятен. Тренд сегодняшнего времени – скорость переводов, безопасность переводов и удобство. Именно для этого была создана эта система цифровой рубль. Мы потихонечку это приближаем в будущее, и скоро уже эта система будет уже внедрена повсеместно. Но все равно, я думаю, что если какие-то есть вопросы, эксперты отделения Банка России… Я думаю, каждый найдет в этом свои плюсы, преимущества, но, конечно, кто-то, да, и, может быть, какие-то минусы. Ирина Промонова, эксперт отделения Владимир Банка России, сегодня у нас была в студии, приоткрыла для нас будущее цифрового рубля. Спасибо. Спасибо.